В следующей нашей лекции мы с вами рассмотрим, каким должен быть бюллетен для голосования, чтобы ни одна мошенническая система не могла его сфальсифицировать, тиражировать и манипулировать с этими бюллетенями. Сегодня бюллетень ничем не защищен. Его тиражируют, множат, ксерокопируют на цветных принтерах и в неограниченном количестве могут выбрасывать, в том числе, те, которые должны голосовать. Всего-навсего надо украсть один бюллетень. Это очень просто. Зашел в кабину, бросил бумажку в урну, а бюллетень не с собой. Рано утро. Дальше ты его можешь тиражировать на множатой технике, на цветном принтере, сколько угодно и на цветном ксероксе. И можешь дальше голосовать, хоть по системе ручеек, хоть по системе карусели, хоть сразу же зайти в кабину, заполнить не один, а 20 бюллетеней и опустить в урну. У всех на глазах, и никто это не заметит. Ну а два сложить запросто. Я предлагаю совершенно другую систему. Бюллетень невозможно подделать, невозможно растиражировать. И если это будет сделано, то это будет сразу же обнаружено и доказано, что этот бюллетень подделен. Итак, сам бюллетень представляет собой в три раза сложенную вот такую гармошку. Он состоит из трех частей. Часть первая, вот здесь, хорошо видно, вверху написано «Выборы президента 4 марта 2012 года». Здесь внизу написано «Основной бюллетень». Его необходимо оторвать, эту часть, сложить, чтобы не было видно, за кого голосуешь, и опустить в урну. Можно даже и не складывать. Если прозрачную урну, можно сложить, как угодно сделать. Если не прозрачно, можно просто так опустить. На этой второй части еще есть сзади определенные надписи. Это такая же часть, но только закрытая. Она не видна. Вот если мы посмотрим сложенный бюллетень в три раза, состоящих из трех частей, то на этой части ничего такого нет, по которому можно было определить. Печать, как всегда, делается на всех избирательных комиссиях, и там еще подписи ставятся. Здесь выборы какие? Никаких кандидатов. Здесь мы не видим, как на обычном бюллетене, галочки, отметочки, может там галочек, сколько угодно. Умудряется и в перстени, случайно здесь маленьким карандашиком, значка просто прочеркнуть, просто двинуть. Как угодно можно бюллететь. Этого, чего бы они ни делали с этим бюллетенем, они ничего, его не могут никак испортить. Вторая часть и третья часть. С обратной стороны то же самое. Здесь подписи, как положено на всех бюллетенях, и сейчас сделаю их. Теперь, если мы разложим вот так этот бюллетень, то мы получим следующую картину. Вот видите, сверху номер. Все бюллетени имеют свои номера. Но ни окружающие, ни члены комиссии не знают, какой же номер взял этот избиратель. Потому что все бюллетени сложены и лежат в пачке. И как лотерейные билеты, так и этот бюллетень, прибывший для голосования, который сдал свой из личной книжки избирателя талон на голосование, ему предоставляется право в обмен на этот талон получить из этой пачки бюллетень. Он вытаскивает, и никто не знает, какой номер он вытащил. Он уходит с этим бюллетенем в кабину, разворачивает его, и вот передняя часть этого бюллетеня состоит из трех вот этих вот разделов. Вверху номер. Это номер, который единственный и присущий только этому голосующему гражданину. Впереди регион. 77-й Москва. Московская область 50. Владивосток 25. Итак, какой номер региона, такая первая цифра. И дальше идут в этом регионе порядковые номера. И если в этом регионе 2,5 миллиона голосующих, то таких бюллетеней должно быть 2,5 миллиона отпечатано. И дальше эти бюллетени распределяются точно так же по номерам по каждому избирательному участку. Ну, например, на избирательный участок номер 1 Владивостока поступили номера. С первого по трехтысячный, потому что там три тысячи голосующих. Ну, поскольку не все голосуют, может быть и меньше. На другие участки этого города другие номера. Но обязательно на каком участке какие номера, это все должно быть зафиксировано в ведомости выдачи этих номерных бюллетеней на этот участок. И никак на других участках не могут появиться эти номера бюллетеней. А не только в единственном экземпляре, каждый по нумерации, как деньги. Каждый имеет свой номер. Но что же мы видим на этой стороне? Вот здесь номер, здесь номер, здесь пустота, здесь в углу печати избирательных комиссий и здесь тоже печать. Если мы посмотрим на другую сторону, то мы увидим здесь номер и здесь номер. Таким образом, вот эта часть скрепляется на разрыве печатью избирательной комиссии, и здесь. И если вдруг будут несовпадения этих частей, то никак не совпадет эта половинка и этой половинке печати, когда они будут разрываться. Вот этот основной бюллетень, на котором мы должны написать фамилию и имя отчества того, за которого мы голосуем. Мы привыкли к тому, что все списки у нас на этом бюллетене. Этого не следует делать. Списки сами, в каждой кабине, они должны быть вывешены для напоминания голосующим. Сколько кандидатов и кто под каким номером. Избиратель берет ручку и пишет полностью фамилии и имя отчества того кандидата, за которого он голосует. Итак, он написал, что голосует за Зюганова Енадия Андреевича. Кто это написал, абсолютно неизвестно. Галочку можно заменить, что-то можно помазать, что-то можно перекрестить. Но если человек написал фамилии и имя отчества, чего бы на этом бюллетене не было, каких бы зайчиков там не было, что бы гражданин не писал, что он согласен с властью сегодняшней, не согласен, Россия без Путина, Россия с Путиным, никакого значения не имеет. Бюллетень не испорчен. Если вот в этой части выделено, написано Зюганов Геннадий Андреевич, или фамилия другого кандидата. Но под этим выделенным участком находится красящий слой. И на этой части, и на второй части. И когда мы написали Зюганов Геннадий Андреевич, то на второй части точно так же копируется Зюганов Геннадий Андреевич. И на третьей части точно таким же образом копируется Зюганов Геннадий Андреевич. Для чего делается этот бюллетень из трех частей? Как манипулируем с этими бюллетенями? То ли вы голосовали, то ли вы не голосовали. Голосовали за Иванова, Петрова. Ваш голос могут посчитать как угодно и за кого угодно. Предлагаясь в системе, вообще исключают какую-либо фальсификацию. Более того, ваш голос, отданный за того или другого кандидата, принадлежит вам на весь период до следующих выборов. И вы можете этот голос свой отозвать. И это очень интересно. В дальнейшем мы остановимся на этом. Итак, как только вы написали, что вы делаете? Вы в этом случае тут же в кабине берете, отрываете эту основную часть. Взяли и оторвали. Вот в этой основной части написано, что у выбора президента Российской Федерации здесь основной бюллетень для голосования. Вы можете эту часть сложить, можете не складывать. На этой части остается ваш номер с обратной стороны. Разрывается половина часть печати избирательной комиссии. Разрывается половина росписей членов комиссии. А с этой стороны заверяется полностью печать, поскольку номер должен быть известный избирательной комиссии. Все. Вы можете ее сложить, можете не складывать и можете опустить в эту урну. Но урну должно быть две. Вот эту часть вы отпускаете в основную, главную урну. Вторая часть, которой у вас, вы ее отрываете точно так же. И вторую часть вы, точно таким же образом, отрываете, но в урну уже другую. Это урна, которая называется контрольной. Это как бы голосование у две руки. В одну урну вы опускаете основной бюллетень, а во вторую урну контрольной. На них номера одинаковые. Под копирку написанная здесь и здесь основная идет в основную урну. И здесь внизу написано. Эту опустить в основную урну, а эту в контрольную. Но у вас на руках остается самая интересная часть. Третья. Это контрольный бюллетень. Основной документ, дающий право этому гражданину, который проголосовал за Зюганова, уже как конкретный избиратель Зюганова распоряжаться в дальнейшем своим голосом. Никто не знает, тайно сохраняется, за кого он голосовал. Только он. Он знает свой номер и больше никто. Даже жена может не знать, если он сам, конечно, не скажет. Вот эта часть является той самой контрольной и для чего она предназначена. Как только вы поняли, что как Борис Николаевич, который обещал ей голову на рельсы, и всем демократию, и всем зажиточность по западным меркам, и всем социальной защиты, потом запил, забыл, развалил страну, уничтожил всю промышленность и оборонку, и вооруженные силы практически, и отозвать ее никак не можем. Точно так же и сегодняшней власти мы не можем отозвать. Но эта контрольная часть дает право отозвать свой голос в любой момент. Итак, когда вскрыли урны, а эти две урны скрываются разными комиссиями, как комиссию формировать, мы еще остановимся дальше. Это две разные части комиссии. Основная часть – это техническая, она просто-напросто формируется, может, исполнительными органами власти, или депутатами может формироваться. Но они ничего не могут подделать, как бы их ни уговаривали, какие бы деньги ни платили, какие квартиры и машины ни выделяли. Они не могут никак подделать. Система не должна этого позволять. Поэтому они все готовят документы полностью. И эта часть комиссии работает по подготовке полностью выборов. Их должно быть на участке не более 10 человек. Это грамотные, как правило, несменяемые, уже квалифицированные. Они могут быть на определенной оплате. Это как решать местные органы или органы государственной региональной власти. А вторая часть комиссии – это контрольная. Это та часть комиссии, которая формируется от каждого кандидата по одному человеку. Именно он защищает интересы и голоса своего кандидата. Причем никаких в этих комиссиях нет совещателем, несовещательным голосом и так далее. У всех права одинаковые. Причем демократичные, неограниченные с точки зрения, чтобы не было коррупции и злоупотреблений. Как же вообще формируется эта комиссия? Сегодня комиссия формируется властью из зависимых людей. К нашему стыду из учителей, которые манипулируют. И их стыду перед учениками фальсифицируют в большинстве этих выборов. Не все, но в большинстве случаев, и это уже установлено, комиссию в эту техническую может войти любой гражданин. По желанию, или по рекомендациям, или выдвижению от общественных организаций. Их может быть 200, 300, 500 человек. Но в определенный день эта группа желающих собирается в определенном помещении и проводится конкурс. Или разыгрывается, кто же будет членом этой комиссии. Каждому гражданину, который пришел, выдается его номер. Потом, точь-в-точь, как в лотерейных билетах, из этого ящика вынимается независимый человеком, как правило, не относящийся к этим выборам, у всех на виду шары. Или они выпадают при определенных технических устройствах. И когда вытаскивается изнутри шара номер, значит вот этот человек из огромного зала присутствующих, он имеет право быть в этой комиссии. 10 человек, никто не обижается. Случайные выпады. И никто не коррумпирован и независим от этих. Да, есть возможность как-то потом повлиять на них, когда они уже стали членом комиссии. Но они чисто технические люди, они ничего не могут сделать. Подсосовать они ничего не могут. Не засыпать ничего не могут. Система не позволяет. Теперь, как только вы опустили эти два бюллетеня в эти разные урны, две части, основную и контрольную, вы, после того, как выбор закончится, скрываются эти урны, но каждая часть комиссии, основная техническая часть комиссии, скрывает урну под наблюдение контрольной части комиссии, и урну, которую мы назвали основной, и в которую основные бюллетени туда сложили. И полностью просчитывать по известной схеме, составляя определенный протокол на эту часть урны. Дальше, уже как только это посчитали, вскрывается контрольная урна. Это вторые части этих бюллетеней. И начинают проверять, кто за кого как голосовал. Но здесь уже протокол составляет. Да, часть комиссии, которая называется контрольная. И если совпадает и левая, и правая часть этих бюллетеней, и если совпадает количество этих бюллетеней, то в этом случае делается итоговый протокол. Он как бы идентичен, должен быть в идеальном состоянии. Но могут быть какие-то разногласия. Конечно, если 2, 3, 5 голоса, даже 15, то это может быть какая-то случайная ошибка. И то, они там не должны появиться, эти другие бюллетени. Их можно легко вычислить, кто засыпал в левый или правый урны. Потому что на каждом бюллетене, и там, и тут, есть свои номера. И когда раскладываешь по номерам, то появляются откуда-то левые номера в одной из урн, а в другой этого нет. И тогда начинается выяснение, что же, откуда и как они появились. И если этих номеров нету в другой части, то эти номера считаются недействительными или выясняются потом уже в процессе основного подсчета и опубликования итогов голосования. Теперь посчитали все это, составили протокол. И что самое главное в этом случае, не просто объявляется, за Зюганова проголосовало 2 тысячи, за Путина 1,5 тысячи, за Прохорова 1 тысяча, как это было раньше, а совершенно по другой форме. Все эти итоги голосования публикуются, причем открыто. Они могут и в интернете опубликовываться. Они могут опубликовываться и в средствах массовой информации, печатных. Вы помните, когда играли в лотерейные билеты, то вы всегда свой номер искали, у вас этот номерочек есть на лотерейном, и вы в таблице смотрите, выиграл или не выиграл. Вот точно так же, если за Зюганова проголосовало 500 или там 2,5 тысячи человек, то 2,5 тысячи номеров, кто проголосовал за Зюганова, должны в этой таблице, на этом участке, обозначены. И если вы голосовали за Зюганова, а там не оказалось вашего номера, вы сразу же поднимаете тревогу. Сегодня это невозможно доказать. А теперь у вас есть доказательства. Вы со своим контрольным талоном приходите на избирательную комиссию и говорите, как же так? Я проголосовал за Зюганова. Вот мой контрольный талон. Вот моя квитанция. Вот мое доказательство. Почему за Зюганова нету этого голоса? Вот ваши печати от РБИ, вот ваши росписи. Куда это делать? Я же опускал и туда, и сюда. И сразу же комиссия уже идет под следствие. Хуже, что ваш голос, как сейчас считают, за Иванова, Петрова, за Путина, а там вообще за Сидорова, а они бросают в кучу того или другого. И потом посчитали количество, а там совершенно другие бюллетени. По дороге или где-то в кабинете вытаскивают эти чужие бюллетени и такую же пачку туда всовывают, сколько они вытащили оттуда бюллетени. При этой системе невозможно это сделать. И если ваш голос вдруг приписали другому, не Зюганову, а Прохорову или Путину, то извините, уголовное дело. Вот мой голос, я голосовал так, а вы? Вы почему так посчитали? И ни один член комиссии ничего не может сделать. Какой бы он блатной не был, и как бы его не подговаривал. И какие бы деньги ему и благо не обещали. Но самое главное и интересное заключается в том, что если вы имеете эту контрольную часть бюллетеня, вы распоряжаетесь своим голосом на все 4, 5, 6 лет пребывания на посту того, за кого вы голосовали. И если вас обманул этот кандидат очередной, как обманул Ельцин, и как другие обманывали и обманывают по сей день, то вы просто-напросто приходите, пишите заявление в избирательную комиссию, вышестоящую, о том, что вы отзываете свой голос, поскольку этот кандидат обещал одно, а делает совершенно другое. Я ему больше не доверяю. И если у этого кандидата, за которого проголосовал, всего лишь только на 50 голосов больше, чем за другого кандидата, и он стал президентом, стал каким-то депутатом или мэром главой, и он обманул эти граждане, то граждане отзывают свои голоса. И если у него окажется меньше голосов, чем его предшественник, занявший второе место, то он автоматически, без всяких перевыборов, без всяких повторных выборов нового главы, он уже не становится главой, он сдаёт свои полномочия из-за недоверия избирателей, и на его место идёт тот, который занял второе место в этих выборах. Будет и это так себя вести? И этого тоже самое можно отозвать. Тогда каждый, кто пришёл во власть на доверие граждан, не будет обманывать своих избирателей, не будет узурпировать эту власть. Более того, гражданин, который проголосовал единожды за него, он будет чувствовать, что его голос не только важен был во время выборов, а ещё больше после этих выборов. Он в любой момент может отозвать. И тогда не нужно никаких дополнительных законов об отзыве депутата, которые никогда этот закон об отзыве самих себя родненьких не утвердят. 20 лет уже эта дума существует, уже шестой созыв пошёл, а они так и не придумали этого закона об отзыве депутата. А здесь автоматически всё происходит. И самое главное, все эти бюллетени, все документы по выборам, они должны храниться постоянно. Какие мы только документы, какие бумажки мы в архиве не храним. А вот все документы по выборам через год спешим уже всё уничтожить. И если вдруг мы пытаемся чего-то там выяснить, доказать, нас никто вообще не допускает к этим документам голосования. И если уже возбудили уголовно что-то, они заливают водой, организуют пожары, похищения, что угодно. Но самое интересное, это работа с бюллетенями, которые оказались свободны. Итак, на этот участок было выдано 2000 бюллетеней. А избирателям пришло полторы тысячи. Так вот, полторы тысячи этих талонов на право голосовать должно быть у этих членов комиссии, у технической части. Не просто в списке кто-то там по какой-то схеме сказал, вот столько-то избирателей, сколько талонов. Такое же количество должно быть выдан бюллетеней. Значит, должно остаться 500 бюллетеней. Так вот, никто не скрывает урны. Ни основную урну, ни контрольную. До тех пор, пока не будут в протокол занесены об оставшихся бюллетенях все номера. То есть, эти 500 бюллетеней, оставшиеся номера, они вносятся в протокол и подписываются одной частью комиссии и второй частью комиссии, какое количество и та, и другие насчитали этих номеров. Причем, каждая комиссия самостоятельно считает. В этом случае, как только пересчитали эти бюллетени, неиспользованные, они гасятся. Они гасятся через дырокол. И кроме всего этого, они еще и сразу запечатываются и изымаются из этой комиссии до вскрытия урны. Но, дальше скрываются урны. Если кто-то пожелал там куда-то чего-то сунут, не с чего сунут. Так вот, кроме всего этого, потом, когда полностью все номера, кто за кого проголосовал, и все номера бюллетеней неиспользованных, должны совпасть с номерами, которые эта избирательная комиссия получила. И если вдруг появились какие-то откуда-то другие номера, то эти номера, во-первых, недействительны, они не были на этой комиссии и не участвовали в выборах, а во-вторых, уголовные дела. Кто это сделал? Итак, предложенный вариант не позволяет в этом случае ни комиссия, ни кому угодно манипулировать из бюллетеней. Более того, оригинальная возможность контролировать свой голос и более того, не только во время выборов по окончанию, а даже в процессе деятельности самого кандидата, который избран президентом, губернатором, депутатом или главой, и отзывать его. Вот в этом случае народ действительно будет обладать этой властью. И орган, который избран, это не власть, это исполнительный орган власти и президент, главное исполнительное лицо. И губернатор, и депутат, это все исполнительные органы власти, а власть это народ. А они только поручают исполнять волю народа и народ контролирует каждый день и постоянно за деятельностью этого человека избранного и органа и более того, в любой момент можете отозвать свой голос.